Город Пномпень стал наконец-то богатым. Выглядит это смешно, как у нас в 90-е. По улицам ездят либо тук-туки, либо уж лексусы. Третьего не дано. Строительство тоже идет истинно лужковскими темпами и еще несколько лет назад черневшие выпитыми окнами старые французские особняки покрываются бежевым евроремонтом. Особые подготовительные работы были посвящены и фодному празднику, который совместно с Днем Рождением Короля Сианука праздновался в этом году 1, 2 и 3 ноября и отмечался гонками на лодках и ночным салютом. Кроме веселого народного праздника, который отмечается почему-то только в Пномпене, хотя это далеко не единственный город в стране, стоящий на реке, привлечь гостей в столицу до сих пор может немногое. Пномпень пока так и не превратился в манящий оазис и манит простого путешественника разве что до сих пор сохранившимся легалайзом. Ну, это кому интересно. Всем же остальным город может предложить много шума и пару скошных достопримечательностей. Слава богу, что праздники иногда здесь все же случаются. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Праздник для рядового камбоджийца точно умещается в классическое понятие – хлеба и зрелищ. Любой день отдыха, будь то просто выходные или национальный праздник, всегда знаменуется общенародной обжираловкой. Камбоджийцы могут есть все и везде. По всему городу сидят жующие и плюющие люди. На обочинах дорог и посреди проезжей части. В парках, скверах и бульварах, на набережной реки, на газонах и даже на машинах. А с другой стороны, оно и понятно. Если целый народ пару десятилетий поморить голодом, то на долгие времена счастьем для них будет одно – вкусное поесть. После всепоглощающей трапезы народ потихонечку стекается к набережной, где и должно состояться главное действие. Голосайдская Диме Пов SchlGet Голосай Голосай Субтитры делал DimaTorzok 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 DimaTorzok